Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир. И я только приехала, достала из багажника, поставила здесь на лавочку свои новинки. Ездила за 60 километров от своей деревни в такое замечательное место. Люди занимаются тепличным бизнесом. И прикупила для себя вот такие шикарные черенки. Я сейчас это все достану. Просто хочу вам показать, в каком состоянии я все купила. Состояние вот такое вот маленькое. Не хочу даже доставать. Прикупила 5 различных цветов новогвинейского бальзамина. Вот он у меня. И там где-то тоже не хочу сейчас все так боюсь поломать. Так все поставлено очень-очень компактно, тесно. Бегони Элатиор. Вот такая похожая у меня есть. Но взяла на всякий случай. Далее купила желтая, как видите, розовая и красная. Вот она ярко-красная. Еще вдобавок хозяин цеплицы подарил моей дочери одну бегонию. Вот она здесь. Это, по-моему, бегония нон-стоп, если я не ошибаюсь. Либо еще одна бегония Элатиор. Ну, я, конечно же, не в обиде. Далее вот такие красотки. Какая прелесть. Прелесть бакопа. Бакопа вегетативная. Видите, какой крупный, огромный цветочек. Розовую купила. Розовая еще не распустилась. Вот она розовая, белая и голубая. И много-много всеразличной сурфинии, петунии вегетативной. И даже растения, которые, например, для меня еще мало знакомы, неизвестны. Вот это вот молочай. Он же все-таки мелкими цветочками. Еще прикупила калибрахуа махровая, различных расцветочек. В общем, радости моей нету предела. Иду заниматься пересадкой. Я пересадила свои растишки. И, к сожалению, очень-очень много вредителей. Особенно в почве. Грунт переувлажнен. Причем достаточно сильно переувлажнен. Видно, что растет мох, зеленый мох. Но это, скажем так, самая маленькая проблема. Зеленый мох. С этим можно справиться. Но в почве очень-очень много вредителей. Причем мошки, комарики, червячки всеразличные ползают. И, к сожалению, я сейчас не могу пролить грунт, например, октарой. Так как грунт переувлажнен. Я буду ждать, когда грунт подсохнет. И самое главное, я не могу отправить свои растения куда-то в отдельное место, так сказать, на карантин. Потому что места отдельного нет. И в теплицу не могу поставить, так как сегодня у нас минусовая температура. Растения и так испытали стресс. И в той теплице, в которой они росли до этого, было достаточно жарко. И, естественно, температура там поддерживалась максимально идеальная для растений. Сейчас вынести на ночные заморозки я, конечно, свою рассаду не могу. Буду бороться с вредителями, буду обрабатывать. Конечно же, они сейчас с легкостью переползут на мои растения, которые высывала я. То есть обрабатывать надо все. Все обрабатывать одним махом. Вот, видите, я думаю, что видно, такой прямо зеленый, красивый мох покрывается почва. И если присмотреться, здесь можно увидеть кого угодно. Достаточно взять зубочистку и немножко потормошить грунт. Наверное, я это и сделаю, хотя этого и делать не надо. Вот, вы видите, кто-то здесь у нас ползет. Я не знаю, правда, как называется этот вредитель, этот мелкий червячок. Вот он активно себе поедает молоденькие корни моей розовой, еще не распустившейся, вегетативной бакопы. Вот он, гад такой паршивый. То есть сейчас я буду думать, продумывать план действий, как мне поскорее избавиться от этих вредителей. Здесь у меня и колиусы новенькие появились. Вот они, колиусы, три штучки. Здесь петуния, потуния, сурфиния. Одну из гипомей я, кстати, сразу вынесла, даже не заносила сюда, потому что там такое огромное количество мошек. Они прямо там кишат в грунте. Я верхний слой почвы удалила и поставила, оставила на улице. И, наверное, эту бакопу я тоже сейчас же вынесу на улицу. Но мне сегодня надо было пересадить в первую очередь вот эти вот маленькие череночки. Я не знаю, почему моя камера так расплывчато все снимает. Маленькие эти черенки я в первую очередь хотела пересадить. Ну а сейчас уже буду разбираться вот с этими кашпо с жильцами. Удалю цветы у бегонии лациор, так как они мне сейчас не нужны. Растения должны укрепиться, укорениться в новой почве, новый грунт. И буду холить и лелеять. Вот так уже выглядит моя фуксия. Растет достаточно быстро, я ее уже прищипнула. Да, я, кстати, два плющика вот таких я взяла. Это уличные, это я брала для себя. У меня есть такой тенистый уголок, вот хочу там их посадить. Очень красивые, как вы видите, ипомеи с листочками, как сердце в виде сердца, листья в виде клёна. И вот такие же клён и сердце. На своем маленьком столе я также поставила потунью, петунью и сурфинию. Их я, как вы видите, тоже уже пересадила. Да, еще прикупила вегетативную вербенку двух цветов. И, конечно же, калибрахуа. Калибрахуа. Я на самом-то деле не знаю, как правильно. Вот люди слышал и называют калибрахуа. Я называю калибрахуа. Когда начнут распускаться, я вам, конечно, буду рассказывать, что я прикупила для себя. Сейчас не вижу в этом смысла. Черенки, да, и черенки. Единственное, что показываю вам, в каком они виде, в каком они состоянии. Все, всем спасибо за внимание. Здоровой вам и крепкой рассадой. Открывайте для себя новые интересные растения. И всего доброго.